Добрый день, в эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Тахир Дадуев. И смотрите в этом выпуске. Скот вырастили, спрос есть, сбыта нет. В чем причина и что делать? Оценка деятельности вузов, насколько эффективна процедура мониторинга учебных заведений. Хоккей на пруду, но в новой форме. Спортсмены-любители Терского района о планах на перспективу. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии оказывают содействие ставропольским коллегам в раскрытии громкого убийства. Такое распоряжение дал временный исполняющий обязанности главы КБР Юрий Коков, сообщили в его пресс-службе. Напомню, 8-9 января на Ставрополье с огнестрельными ранениями были обнаружены тела шести мужчин. Уголовные дела возбуждены по нескольким статьям. Убийство, незаконный оборот оружия и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Как отмечает пресс-служба Юрия Кокова, силовики Кабардино-Балкарии не исключают причастность к этим преступлениям членов банк подполья КБР. В республике усилены меры безопасности. Юрий Коков сократил управленческий аппарат своей администрации. Подписанный им соответствующий указ сегодня размещен на официальном сайте главы республики. Согласно документу, за счет перераспределения должностных полномочий и исключения дублирующих функций, штат был сокращен на 39 единиц. Больше половины руководителей различных рангов. Принятые меры, как ожидается, приведут к снижению административных барьеров и повысят эффективность работы чиновников, отмечают в пресс-службе в Рио главы. Курсанты всех автошкол ДОСАА в республике сегодня совершили марш-бросок на Курбские высоты. Посвятили его 71-й годовщине освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских захватчиков. ДОСААА в России уже второй год проводит восхождение на памятное место. Сейчас на Курбских высотах работает наша съемочная группа. Передаю слово специальному корреспонденту вестей Кабардино-Балкарии Наталье Булат. Наталья, вы в эфире. Да, Тахир, сейчас мы находимся на Курбских высотах. Здесь проходит митинг, посвященный освобождению Кабардино-Балкарии от фашистов. Завтра 71-я годовщина. Надо отметить, что этот митинг, он завершает целую программу мероприятий, которая началась с самого утра в селении Яникой. К памятнику погибшим воинам Великой Отечественной возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания. А потом курсанты районных отделений ДОСААФ Кабардино-Балкарии совершили восхождение на Курбские высоты. Причем колонну возглавляли гости. Главный военком Кабардино-Балкарии, председатель ДОСААФ России, представитель Северной Осетии и представитель администрации Терского района. Ну а по завершению митинга всех ждет полевая кухня. Спасибо, это была наша специальная корреспондент Наталья Булат с Курбских высот, где сейчас проходит восхождение. Правительство России рассматривает возможность возрождения потреб коопераций на селе. Сейчас идет разработка целевой федеральной программы. Эксперты считают, что такой шаг позволит решить проблемы сбыта производимого мяса, с которым в первую очередь сталкиваются небольшие фермы. О животноводстве и сложностях его развития на примере одного из хозяйств Черехского района наш спецкурс Сафар Гиреев. Сегодня, по уверениям специалистов, в республике созданы условия для того, чтобы частично отказаться от ввоза готовой селхозпродукции извне. И поиск резервов в этом направлении продолжается. Большое подспорье в решении важной продовольственной задачи крестьянско-фермерские хозяйства. Их доля совместно с личными подворьями в общереспубликанском валовом производстве составляет около 30%. Это неплохой показатель. И герпегарские фермеры, хотя и в не таких больших объемах, но также вносят свой посильный вклад в общее дело. Магомед Базиев начинал практически с нуля. Несколько лет назад с группой единомышленников построил ферму, склады и загоны. Получив кредит, закупил скот, сельхозтехнику, наладил заготовку кормов. На высокогорье отстроил базы для содержания овец. Они, кстати, и сейчас там. Сегодня в крестьянско-фермерском хозяйстве свыше 3000 овец, около 300 голов крупного рогатого скота. За 500 голов хотим сделать. В будущем это через года два, наверное. Мясное направление – это калмыцкая порода, в основном скот. И в том же направлении хотим двигаться в дальнейшем. Неплохие показатели у бучков, которые на откорме. Примерно 65% мяса выхода. За специалистами дела не стало. Животноводством здесь занимаются испокон веков. Нет проблем и с пастбищными угодьями. С гор спустились недавно. Все хорошо. Скот есть, корм есть. К лету еще наберем людей. Так нормально. Люди хотят работать. В Черекском районе зарегистрировано более 60 фермерских хозяйств. Государство поддерживает сельхозпроизводителей. 12 из них получили гранты по мясному скотоводству. 22 – по программе поддержки начинающих фермеров. Но основной проблемой остается сбыт продукции – мяса и молока. Потреб кооперация благополучно развалилась вместе с Союзом. Особенно это отразилось на небольших хозяйствах. Рекомендация для них, допустим, 10-15 фермерских хозяйств объединиться и делать мини-цеха. Мини-калбасный цех или мини-цех по производству молока. Наверное, к этому должны вернуться. И идти на рынок. А то одну голову повезет, там тоже перекупщики. Они ничего не делая, как говорят, диктуют свои условия. Сейчас на уровне российского правительства рассматривается вопрос о создании федеральной программы развития потребительской кооперации на селе. Эксперты отмечают, если система заработает, многие проблемы будут решены. Это не только гарантированная закупка у населения сельхозпродукции, но и создание новых рабочих мест. Рост потребительских цен в прошлом году составил 6,5%. Сегодня эту цифру огласил Росстат. По закону, первая февральская индексация пенсии должна быть произведена в таких же пропорциях. Уже опубликован проект соответствующего постановления правительства, сообщает сегодня российская газета. Речь идет о трех основных видах выплат. Страховой части трудовой пенсии по старости, а также по инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение коснется и бывших военнослужащих, которые, закончив службу, работали на гражданке. Они имеют право вместе с военной пенсией получать также и трудовую. Рост выплат коснется около 40 миллионов россиян. Среднее увеличение по предварительным расчетам составит 665 рублей. Споры в научно-преподавательского сообщества вокруг признания неэффективным ряда российских вузов начинают разгораться с новой силой. В 2012 году, когда был проведен первый мониторинг, несколько сотен высших школ оказались несоответствующими требованиям образовательных стандартов. После второго мониторинга уже в 2013 году многие провели работу над ошибками. Однако количество неэффективных вузов уменьшилось незначительно. Теперь ректоры говорят о несостоятельности самих критериев оценки деятельности высших учебных заведений. Своё мнение по этому поводу высказали и руководители некоторых вузов республики. Подробностью у Альберта Корцаева. Литературный институт имени Горького неэффективен. Здесь не хватает места для студентов. По той же причине с образовательной задачей не справляется и Санкт-Петербургская театральная академия. При этом количество талантов, которые сумели воспитать эти учебные заведения, в расчет не берется. Около 150 вузов и почти полтысячи филиалов по всей стране в прошлом году оказались несостоятельными. Кабардино-Балкарский госуниверситет оказался в тренде. Мониторинг он прошел с триумфом. Два года подряд мы в числе самых передовых, самых эффективных, правильно сказать, высших учебных заведений России. Наличие иностранных студентов, трудоустройства выпускников, количество квадратных метров на одного учащегося, средний балл по ЕГЭ у абитуриентов и прочее. Критериев оценки шесть, но насколько они отражают действительность, вопрос непростой, говорят ученые. Северо-Кавказский институт искусств в перечню лучших не попал, не добрал две десятых балла по общей инфраструктуре. Кроме того, результаты ЕГЭ не всегда отражают реальные знания, считают здесь. Для поступления в этот институт абитуриентам придется сдавать два обязательных предмета и проходить испытания по профилям специальностям. Нам важны те творческие способности, которыми обладает абитуриент. Кроме того, артисты и актеры не пишут научных трудов. Сольные концерты и главные роли в спектаклях здесь приравнивают к монографии. Поэтому ряд экспертов предлагают разделить вузы на гуманитарные, естественно научные и технические. Подобная дифференциация поставит их в равные условия. Ведь увеличить количество площадей на каждого студента сегодня практически невозможно. Это потребует строительства тысяч квадратных метров. Денег на это у вузов практически нет. И это не главное, считают сами учащиеся. Сотрудничество с вузами из других стран и возможность студентов проходить определенные курсы, если можно это так назвать, или же какие-то стажировки, или в общем пройти обучение в других вузах. Специалисты Минобразования России с этим мнением полностью согласны. Наличие иностранных студентов в вузе – один из основных критериев оценки. Но и здесь палка о двух концах. Иностранцы поступают или стараются поступать в крупные города. И в этом плане учебное заведение Москвы или Санкт-Петербурга никак нельзя сравнить, скажем, с учебными заведениями нашего Северно-Кавказского округа. Организация работы научно-педагогического состава должна стать прерогативой профессиональных менеджеров, считают в Министерстве образования. Это привлечет в вузы дополнительные финансы. Однако управленцы от бизнеса не всегда эффективны. Вкладывать внебюджетные средства в развитие науки пока никто не торопится. Частный бизнес не заинтересован и не будет заинтересован. Сегодня ему выгоднее покупать то, что нужно за рубежом. И на это нельзя закрывать глаза. Как будут оценивать эффективность вузов в этом году и будут ли вообще, пока неизвестно. Но несомненно, что мониторинг выявил массу недочетов в системе высшего образования. По итогам 2013 года уже закрыты больше 400 университетов и филиалов. Остальные получили стимул для повышения эффективности своей работы. Альберт Коцаев, Игорь Мигулин от Мирсабанчев, Вести Кабардино-Балкария. Минстрой России предлагает снизить расценки на услуги ЖКХ для тех потребителей, которые готовы вносить оплату вперед. Законопроект дифференцирующей тарифы уже разработан. Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования, сообщает известие со ссылкой на источник правительства. Идея принадлежит экспертному совету при профильном комитете Госдумы. Речь, по сути, идет о принципе кнута и пряника, пояснили инициаторы проекта. С одной стороны, предлагается ужесточить подходы к тем, кто задерживает коммунальные платежи. С другой, предусмотреть некие бонусы для тех, кто платит авансом. Правда, на сколько именно будут снижены тарифы, пока не определено. Предлагаемое нововведение направлено на борьбу с коммунальными долгами населения и организаций. Их объем, по оценкам Национальной службы взыскания, за 2013 год составил почти 900 миллиардов рублей. Законопроект уже поддержали в Минфине, в Министерстве юстиции и Минэкономразвития. После межведомственного согласования его внесут в правительство, а затем и в Госдуму. Новую амуницию хоккеистам-любителям Терского района подарила Республиканская Минспорта. Просьба, которую игроки команды адресовали ведомству, профильный министр Раслана Фаунов без внимания не оставил. И даже лично посетил одну из тренировок, чтобы вручить команде новую форму. Кстати, экипировка – обязательное условие для участия в соревнованиях российского уровня. Осман Казаков о спортивных мечтах и их исполнении. Здесь нет разметки на льду, впрочем, как нет и строгих правил. Хоккейное поле – замерзший пруд. Особной костя команды составляют игроки из Урожайного и Терекского, а также Арика и Нальчика. Сборную создали в 2008-м. Наиболее частые соперники – хоккеисты из Владикавказа. Мы тогда так товарищеские матчи играем. А так хотим уже чисто официально их приглашать. Они согласны сюда приезжать, играть, пока у нас лед будет. А если уже не будет, там будем играть с ними. Надеемся в следующий год уже принимать участие в российских турнирах. Там Национальная ночная хоккейная лига. Даст Бог, будем там выступать. Представить Кабардино-Балкарию в российской любительской хоккейной лиге – одна из целей республиканского Минспорта. Первый шаг – вручение профессиональной экипировки. Десять комплекта в форме команде передал исполняющий обязанности руководителя профильного ведомства Аслана Фаунов. Игроки сразу же примерили амуницию. Нам интересно поддержать. Мы в первый раз их поддерживаем. И в зависимости от того, как подхватят, и как и когда мы сможем построить ледовую арену, от этого будет зависеть очень многое. Но то, что хоккей приживется, это точно. По словам Аслана Фаунова, в планах попасть в федеральную телевую программу, благодаря которой в республике может появиться собственный ледовый дворец. Сейчас готовится проект на смертной документации. Если все сложится удачно, начало строительства возможно уже в будущем году. Ну а в этом Минспорта обещала выделить еще две экипировки для голкиперов. Осман Казаков, Марат Атруков. Вести. Кабардино-Балкария. Пока это все. Наш следующий выпуск смотрите в 17.20. Оставайтесь на телеканале Россия. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА